Контроль за нетрезвыми водителями ужесточится. Добровольцы, которые до этого помогали полицейским соблюдать порядок на дорогах, будут дежурить у водоемов рядом с местами массового купания. Обо всех нарушениях, в частности о водителях, севших за руль нетрезвыми, они будут сообщать сотрудникам госавтоинспекции. О других событиях, которые произошли в нашем городе и области, смотрите в коротком видеообзоре. Еще 500 миллионов рублей область просит у федерального центра на переселение кировчан из аварийного жилья. Заявка уже направлена в Федеральный фонд рассмотреть и одолжены в течение месяца. В соответствии с ней Кировской области будет предоставлена финансовая поддержка для проведения капитального ремонта многоквартирных домов в переселении из аварийного жилья. В планах расселение около полутора тысяч человек. С началом учебного года во многих школах появится единый стиль в одежде. Такие требования утверждены постановлением Кировской области. Решение, как должна выглядеть форма, будет приниматься администрациями школ. Но при этом, согласно постановлению, должны быть учтены материальные затраты малобеспеченных и многодетных семей, а также мнение родителей и самих детей. Во многих школах уже действует такая система. Другим же рекомендовано определиться в начале учебного года. Улучшить свои жилищные условия смогут восемь ветеранов МВД. Сергей Солодовников вручил сертификат на приобретение или строительство жилья отстанным сраженпорядка. В этом году такие подарки вручили действующим сотрудникам. В очереди на улучшение жилья из-за ветеранов МВД остался лишь один человек. Начальник МВД призвал отстанных сотрудников, нуждающихся в жиле, оформлять необходимые документы. Награда нашла своего героя, 92-летнему участнику Сталинградской битвы и жителю Белой Холуницы. Михаилу Крюку вручили медаль «70 лет Сталинградской битвы». Это специальная награда, единственная на весь Белохолуницкий район. Остальные фронтовики района, участвовавшие в этом сражении, еще в начале года получили поздравительные письма.